которые рискнули совершить такое путешествие, я скажу, тривиальное путешествие, для того, чтобы каким-то образом поддержать нашу молодежь иркутскую в их исследованиях, начинаниях, ну и стремлении к познанию. Дорогие наши участники, студенты, начиная с наших курсов, теперь уже третий курс, четвертый, пятый и аспиранты. Сегодня мы собрались, вообще говоря, в таком, так сказать, ракурсе, что ли, пятый раз, я имею в виду, на Байкале, имею в виду эту школу, собрались пятый раз. Значит, организация этой школы – это мероприятие, которое проводится, может, не все знают, проводится совместно с Объединенным институтом ядерных исследований. И совершенно четко, если бы не было такого, я бы сказал, активнейшего участия Объединенного института и дирекции, и сотрудников, вот что очень важно, так сказать, наших любимых судьбов-ректоров, которые здесь уже считаются как местными, конечно, без такой поддержки Объединенного института и исследований мы никогда бы не смогли провести это мероприятие. Значит, замечательным является то, что сегодня присутствует человек, который, в общем-то, и распрутил все эти дела 30 лет назад. Это академик Дмитрий Васильевич Ширков. Он позже скажет немножечко, показательно, этих прошедших лет. И, можно сказать, мы очень благодарны ему, что все же он решил церковь, преодолевая очень, так сказать, нетривиальные, географические, физические условия, но приехать к нам и участвовать в нашем материале. Значит, относительно работы, распорядка нашей школы, более подробно и профессионально расскажет Ольга Николаевна. Сейчас я хочу предоставить... Он не работает. Работает рука. Наши зеркалки. Да, сработает. Я хочу предоставить слово нашему уважаемому проректору по науке Александру Валерьевичу Аркучинцеву, который постоянно на протяжении всех 5 лет поддерживал как нашу кафедру теоретической физики, так и нашу школу. Мы ему очень за это благодарны. И Александру Валерьевичу, пожалуйста, и вам. Спасибо большое. Сейчас берем же подробную школу. Благодарю. Действительно, я должен сестеринку на 6 лет. И 5 последних лет Александр Николаевич Валф вовлекает в работу вот этой школы. Для нашего университета это уникальное мероприятие. У нас есть несколько школ для молодых ученых, но в таком формате нет ни одной. Это единственное. И вот то, что происходит на протяжении этих лет, это имеет громаднейшее значение для нашего университета. Об этом можно долго говорить, но это, наверное, будет и видно дальше. Прежде всего, конечно, хотелось официально поприветствовать тех участников от имени всего электрората нашего университета, поблагодарить всех гостей. Не побоялись приехать в Сибирь. Не такая она далекая и холодная все-таки, наверное. Сегодня немножко те, кто ехали вторым рейсом, вот этим восходом вечером, их немножко покачало, показало, что такое Байкал, чем он может являться. Ну, на самом деле, просто надеемся, уверен, что все будет прекрасно и все пройдет очень хорошо. То есть еще раз благодарю нашим гостям, которые приехали. Ну и в первую очередь нашей молодежи, конечно, хотелось бы сказать. Это уникальный шанс для вас в жилую посмотреть на классиков, которые активно работают в таких важнейших областях физики. Конечно, у нас ситуация такая, что в основном многим приходится заниматься по учебникам и даже найти деньги, аспирантам съездить на конференцию в Москву, представляет собой сложнейшую задачу. Так вот, мое обращение к вам все-таки использовать этот шанс уникальный и чтобы вот эти дни, целая неделя, которая вам предстоит, прошли наиболее эффективно. Не стесняйтесь задавать вопросы, беседовать формально и неформально. Успехов вам! Спасибо. Я хочу предоставить слово нашему дорогому председателю Дмитрию Васильевичу Шевкову Который раньше всех сюда заехал и практически в Москву купил этот момент. Спасибо. Вот мы тут вспоминали с Александром Николаевичем как, что, чего начиналось. Ну, у нас, конечно, склероз в высокой степени, но как будто бы это был 78-й год, когда была первая школа. Поэтому, смотрите, как интересно. Школа сейчас идет каждый год, пять подряд, а всего, однако, одна десятая. Она десятая. И первая началась, считаем, 30 лет назад. Николай Федорович. Почти. Вот. Ну и теперь, значит, таким образом, был перерыв, как и был старое время, потом был без времени. И вот теперь школа новая. Оба организатора фигуранта здесь сидят, можно так выразиться. Живем в новом веке. Ну, что я могу вспомнить вот поначалу. Вот, значит, по-моему, что-то на двух и на трех школах я был. Там было так. Там на 60-е годы я жил в Новосибирске. Вот, благодаря тогдашнему проректору, физику, Николаю Федоровичу Лосеву, сюда поехал некоторый такой десант из моих учеников. Вот. Иных уж нет. Александр Николаевич здесь. Среди них. Ну и постепенно стали раскручиваться. Начиналось еще с конференции. Вот Илья Федорович Гинсбург, помнит у него с какого сменщика разного, что первая конференция была именно здесь в Катах в 69-м году. Значит, если это правильно все, можно, конечно, потом проверить по документам, то сегодня мы празднуем 30-летие, и у нас уникальный случай. На следующий год праздновать 40-летие. И год сразу идет за 10. Ну вот, что я могу еще вспомнить? Вот тут рядом школа, да, чуть подальше. И вот самые первые мероприятия планировались в школе. Там была доска. Возможно, был Оверхед. Я сейчас не помню. В 69-м, Оверхед, я думаю, что в 78-м уже Оверхед был. Но потом все это вытаскивалось на свежий воздух. И вот, значит, по-моему, наверное, в 79-м, когда уже школа начала раскручиваться, и как-то организаторов стиха обнаглели, то позвали тогда уже лауреата Нобелевского премия Илья Михайловича Франко и у маститового ученого из Дубны член-корреспондента Вещерякова. Ну и вот они тут сидели у нас на лекциях. Илья Михайлович все-таки он и теоретик, и экспериментатор, но в области довольно далекой. Черенковское излучение, вот всякие такие штуки. Физика нейтронов. Но он сидел и записывал обзорные лекции в области квантовой теории поля. Это был такой поразительный факт, что ученый сохранял интерес к разным областям. Физики своей любил. Уже в весьма преклонном возрасте. И вот, к сожалению, не было фотоаппарата, подошла корова сзади и заглянула в него. И вот я так обглянулся, и теперь здесь делал. И совершенно поразился, что была такая замечательная картина. Вот это все было где-то, может быть, чуть ли не на этой лужайке. Лужайка была рядом со школой. Школа ведет очень далекая. С клуба. Это клуб. А, вот теперь клуб. Наверное, как-то дети все... Как-то сказать. Не знаю, как дети вымерли, но детей не добирается на школу. Школа все-таки есть. Школа есть.